приветствую всех кто смотрит это видео сразу прошу прощения за посторонний звук это соседи делают ремонт и я чувствую что я не дождусь пока они угомонятся сегодняшнее видео будет небольшим оно будет касаться двух вещей в первой части я расскажу о своем старом забытом увлечении которые вытащила на свет божий и во второй части видео я расскажу одну интересную очень информацию для нас вязальщиц мы в принципе для всех рукодельниц как рукоделие способствует сосредоточению внимания это очень интересный факт я сама о нем недавно узнала на днях буквально и то что касается первой части видео я не помню что я говорила в тех отрывках которые же сняла но коротко скажу что недавно я смотрела youtube мне предложил посмотреть видео по по придению и это видео меня очень вдохновило я вспомнила что у меня есть турецкое веретено которое я покупала очень давно у девушки по имени галина у нее есть свой канал на кэри черри я ссылку оставлю внизу под видео и достав это веретено я решила начать прясть потому что у меня был была шерсть которую я также очень давно покупала и этот процесс настолько меня захватил что я не смогла в общем остановиться поэтому я предлагаю посмотреть следующие кусочки видео и дальше я покажу сколько мне на сегодняшний день удалось спрясть решила провести эксперимент и покрасить пряжу не пряжу шерсть зеленкой зеленкой вот у меня замоченная шерсть это просто шерсть из которой я потом будут прясть нитку посмотрим что получится громко звучит конечно нет как ну что получится и буду прясть в любом случае не только просто она будет коряло наверное беру зеленку у меня две баночки хочу сделать немножко ой ой немножко разных оттенков в этой баночки воды чуть побольше в этой баночки воды чуть поменьше наливаю зеленку в баночку что вот так ты она голубая или отсюда все буду делать на глаз посмотрим что получится по моему я одинаково налила придется воды добавить все зеленку убираю с этими зеленками убираю так поставляю что не красилась так ну что теперь добавлю уксус в эту баночку террастор сразу потемнел и в эту баночку не знаю сколько добавлять поэтому на глаз примерно столовая ложка может быть больше так и вот буду набирать шприц и поливать шерсть сначала раствор который должен быть потемнее не знаю что получится конечно ну в общем то мне не особо жалко эту шерсть давно она мне лежит сприду ниточку может быть свяжу носки и буду носить их с удовольствием потому что все сделано своими руками теперь возьмем раствор который должен быть посветлее не знаю насколько это так и так добавила водички посмотрим нет то же самое еще что решила не использовать порошковые красители химические потому что все таки ребенок поэтому буду максимально стараться натуральные брать пищевые какие-то но не химические потому что порошок летучий и может попадать в легкие ну вот все теперь если закрою это пленкой так вот такая шерсть получилась держала микроволновки три раза по две с половиной три минуты видите шерсть уже вода практически прозрачная чуть-чуть голубоваты но все равно краска закрепилась на шерсти она уже почти остыла еще до конца остынет я буду ее полоскать и так вот что у меня получилось после стирки шерсти вот так вот она высохла получился такой опять камера не передает этот цвет более зеленый чем на камере на камере он совсем голубой он такой более зеленый вот она высохла эта шерсть ну она не свалялась на чуть-чуть вот стала более такой плотненькая но она не свалялась после стирки но я старался ее не свалять я ее как бы не суши в горячей воде не стирала такой тепленькой я уже начала из нее прясть вот что у меня получается вообще красота такая не очень нравится я стараюсь наматывать у меня конечно нить не такая ровная как должна быть потому что у меня нет опыта я стараюсь и стараюсь также наматывать ее ровненько красивенько что получалось аккуратненько черепашка это такой увлекательный процесс что я не могу прямо оторваться я практически забросила вязальные проекты на два дня и занималась только вот этим вот очень хочется мне намотать в 10 100 граммов то есть вот это вот количество мне нужно все спрясть потом с как это называется то сучить в две нитки и потом из этого связать носки я планирую я вот еще не знаю как добавляют полиамид или нейлон такой спрядьяной шерсти или его добавляют в момент до момента придения вот этот момент вот эту я еще не изучила не знаю как либо мне спрясть нитку из чистой шерсти и потом добавить нитку нейлона или полиамида либо просто пока на первый раз связать из чисто Snap you ? Ну, не знаю, посмотрим. Пока что я вот на этапе преддения, он очень увлекательный, мне очень нравится. Это турецкое веретено. Я покупала его очень давно. Лет 7, наверное, назад. У девушки, у которой сейчас есть свой YouTube-канал, Кэрри Черри, ее зовут, ну, это ник, ее зовут Долина. И недавно я YouTube мне подкинул в рекомендациях ее канал, и я вспомнила, что у меня есть веретено и килограмм шерсти, который я покупала давным-давно, потом загросила это дело. И вот, ну, фактически так и не научившись прясть, потому что тогда не было достаточно в открытом доступе хороших уроков по преддению. Но вот сейчас у Галины очень хорошее видео с подробным описанием как прясть на турецком веретене. Я пересмотрела, поняла, что я все делала правильно, но мне просто не хватает опыта для того, чтобы нитка получалась ровненькой. Вот, и надеюсь наработать этот опыт. К тому же прясть, ну, шерсть вдвойне увлекательна, чем прясть просто белую обычную шерсть. Кстати, что за шерсть, я не помню. И у меня не осталось никакой этикетки, не осталось контактов даже. Я даже не помню, у кого я заказывала, как я находила этого продавца. Ничего не помню, но надеюсь, что она будет, что она хорошая. Но это шерсть, она мягкая. Вот это все, что я могу и не сказать, то, что она мягкая и чистая. Итак, на сегодняшний день у меня спрятено вот столько. Вот этот очень красивый моточек. Я надеюсь, из него в дальнейшем связать либо носки, либо варежки. Ну, прядение, это, конечно, процесс очень медитативный. Прясть получается достаточно медленно. Но я не знаю, насколько увеличивается скорость с опытом, но все равно это достаточно долгий процесс. Это не то, чтобы взять готовую нитку и начать из нее вязать. Сначала эту нитку нужно сделать, а потом начать вязать. Надеюсь, что я не дойду до того, что заведу своих баранов для того, чтобы состригать с них шерсть. Чтобы, скажем так, соблюсти все процессы этого производства. Ну вот. Этим я хотела поделиться. И далее я включу видео с той информацией, которую я уже записала заранее. Информацией, полезной нам, рукодельницам, для... Ну, как бы не то, чтобы полезной, а... Вдохновляющей, наверное, информации. Ободряющей. Приятного просмотра. Вижу сейчас носочки и решила поделиться с вами информацией, которую недавно услышала, прослушивая одну аудиокнигу. Данная аудиокнига называется «Раджа-йога». Ее написал Уильям Уокер-Аткинсон, американский адвокат, который жил в конце 19-го, в начале 20-го веков. Еще у него псевдоним Йокра Мачарака. Может быть, вы слышали о таком. Данную аудиокнигу я прослушиваю в рамках своего обучения в Международном открытом йога-университете. И вот мы сейчас как раз изучаем этот труд. И слушая пятую главу данной книги, которая называется «Развитие внимания», по-моему, так, я узнала об одном таком интересном факте. В этой книге автор говорит, что необходимо развивать внимание для достижения успеха в своих делах. Ну, во всем вообще. И секрет многих успешных проектов, каких-то созданных великих произведений искусства, успеха известных людей заключается именно в том, что они уделяли максимальное внимание тому, что делали. То есть они не распыляли свое внимание на несколько вещей сразу, не пытались делать несколько дел одновременно, а делали только одну вещь. Все их внимание было сфокусировано на ней. И именно в этом это помогало им создавать гениальные произведения, творения, либо достигать успеха в своем деле. И когда я это услышала, а, и вот, и он говорит, что соответственно необходимо делать только одну вещь в один момент времени, да, то есть не пытаться делать несколько вещей сразу. это известие меня расстроило, потому что в этот же момент я же слушала аудиокнигу и одновременно еще и из зала, я подумала, вот если бы я слушала просто аудиокнигу и ничего не делая в этот момент, то я вообще не смогла бы на ней сосредоточиться, то есть мои мысли бы сразу бы унеслись куда-то, то есть я параллельно бы еще думала о чем-то. А когда я вяжу, это как бы помогает мне сфокусироваться, я слушаю внимательно, но и это не мешает мне как-то, вязание мне не мешает. Я такая подумала, нет, наверное, он не прав. Ну и тут же, ну это все, все эти мысли принеслись у меня в один момент буквально в голове, и тут же я услышала собственно из этой же книги ответ на мое вот такое вот недоумение. И далее он говорит о том, что не помню кто какой-то тоже исследователь проводил исследование, да, и выяснил, что на самом деле бывают такие случаи, когда мы делаем два дела одновременно, и это не мешает нам, а способствует выполнению вот второго дела, какого-то одного из этих дел. и вот сюда как раз относятся какие-то механические дела, которые не требуют того, чтобы мы над ними думали, а выполняются нами автоматически. И вот как раз-таки под это дело подходит вязание. И также он говорит о том, что почему нам вот эти механические действия помогают лучше сосредоточиться. потому что все наше внимание сфокусировать на одном объекте достаточно сложно, потому что наш ум не тренирован, и нам тяжело долго удерживать внимание на какой-то одной вещи. И поэтому, когда мы излишек вот этого внимания уделяем, какую-то небольшую часть внимания уделяем какому-то другому делу, который не требует большого количества внимания, а может выполняться автоматически, механически, это помогает нам сосредоточиться на основном деле. Потому что иначе, если бы мы делали только одно основное дело, и не имея вот этого навыка длительной фокусировки внимания, когда мы делаем только одно дело, излишек внимания, он бы убегал у нас на другие наши дела, переключался на какие-то другие дела, разные-разные мысли, и в итоге мы бы все равно не уделяли достаточно внимания основному делу, и не могли бы на нем так очень хорошо сфокусироваться и делать его максимально качественно. А механические действия, они отвлекают свое внимание, немного отвлекают внимание, но достаточно для того, чтобы удержать вот этот излишек внимания, который бы иначе убежал бы на какие-то другие посторонние мысли. а так он у нас задействован вот в каких-то механических действиях и больше никуда не убегает. И соответственно у нас лучше получается сконцентрироваться на основном действии. Вот, и это меня так известие порадовало. Я поняла наконец-то почему когда я что-то делаю, ну допустим слушаю аудиолекции, мне проще на них сфокусироваться, когда я вижу, ну либо что-то делаю руками такое механическое, чем когда я просто сижу и слушаю. Вот, это такой интересный момент, я хотела им поделиться, потому что, ну может быть вы не задавались никогда этим вопросом, у вас не возникали мысли такие в голове, но я думаю, что это интересный факт, и может быть вы благодаря вот этой информации что-то новенькое о себе узнаете, или найдете ответ на свой вопрос, если вы раньше об этом думали. Вот, представляете, этот человек Йокра Мачарака, Вильям Уокер Аткинсен, думал об этом уже в начале 19-го, в начале 20-го века. И на самом деле я очень советую тем, кто интересуется развитием ума прослушать или прочитать, ну вязательством наверное прослушать эту аудиокнигу, потому что она очень интересная и полезная. Вот, в общем-то это все, что я хотела сказать на это подключение, просто я два дня ходила об этом, думала, надо, надо рассказать, надо рассказать, и вот наконец-то записала, пока у меня малыш спит. Субтитры сделал DimaTorzok